Добрый день, дорогие друзья! Прошу любить и жаловать. Кирилл Викторович Кабанов, хорошо вам известный член Совета по правам человека, эксперт по борьбе с коррупцией и по межнациональным отношениям. Здравствуйте, Кирилл Викторович! Да, здравствуйте! Здравствуйте! На Украине и в Турции они действовали с территории нашей страны. И до них даже смогли добраться, несмотря на то, что Телеграм такая зашифрованная социальная сеть. Кирилл Викторович. Я поздравляю, во-первых, это общее достижение, общая радость для всех нормальных людей, не только для правоохранительных органов. Я, Паша, скажу, что это и ваша заслуга на самом деле. Потому что вы один из первых, кто обратил внимание на эту помойку, вредоносную. Дело в том, что у нас, к сожалению, происходит процесс в наших мусульманских республиках радикализации. Во-первых, несколько источников. Турция раз. Прежде всего, Турция. И мы видим, как, например, турецкие интересы пытаются считать Тарстанища. Да. И почему Турция? Потому что мы с вами уже говорили. Значит, Великий Тюран, идея Великого Тюрана, она продолжает активно усиливаться, особенно последние несколько лет. Эдоган собирал уже несколько встреч представителей тюркских народов, тюркских государств. И они почти не скрывали, что эта идея Великого Тюрана, Великая Тюркская империя, Великого Тюркского государства, она стоит, и она очень такая радикальная. На самом деле, мы же должны понимать, что большая часть России входит в границы, планируемые ими государством. Для этого, конечно, необходимо раскачивать историю с радикализмом. А радикализм в том же самом Дагестане – это результат многолетней ошибки, когда в наше государство пошло пути силового воздействия, логичного нагнетания ситуации с салатитами. В Дагестане мы помним прекрасно, как ловили, ловили, по ночам вывозили людей, люди исчезали, там была целая проблема. Мы в СПЧ выезжали, об этом говорили. В результате определенная часть людей нормальных, высокообразованных, а таких было немало в Дагестане, врачей, ученых и вообще людей с высокими квалификациями, они разъехались по России. И вот как раз в большие города дагестанские спустились люди с этих селений горных, которые испытали на себе воздействие с салатитов. Идеологически с ними не боролись, боролись только с одним путем. И это было не совсем правильно, эта стратегия была ошибочная. Мы об этом уже говорили много раз. И в том числе бывшему руководству администрации кто-то сейчас за лучшую политику. И них уж нет недалечия. Но это, кстати, очень важная тема в контексте того, что сейчас на Украине происходит. Потому что очень важно с украинцами тоже общаться на языке именно идеологическом, а не просто мы там всех задавим, раздавим. Жизнь-то все равно продолжится, чем бы это сейчас не закончилось. Ну, к сожалению, к сожалению, мы же понимаем прекрасно, что у нас проблема с идеологией. А вообще и проблема с идеологией, социологическим воспитанием, идеологической работы. Деньги выделяются огромные, куда они уходят, непонятно. В том числе в вопросах молодежи и еще что. Мы видим, что некоторые проекты, наоборот, разрушают, противоречат целям и задачам. Да, если позволите, я пять копеечек своих ставлю. Мы записываемся 1 сентября, видео выйдет уже на следующей неделе. Мои подписчики знают, я школьный учитель, я только что вернулся со школы. Вот впечатление. Появился этот флагшток для поднятия флага еженедельного. Но можно же сделать ремонт. Москва, богатейший город. Стены в ужасном состоянии, в телеграм-канале я это опубликовал. Подходят родители, мои подписчики по совместительству родителей моих школьников и спрашивают. Вот я только что вернулся с одной линейки, одного ребенка в Реотов отвез. Это там у нас недалеко. Все в хиджабах. Что делать, спрашивают меня. В этой школе, вот во второй, где я работал, там более-менее. Да, вот такая проблема не стоит. А там, ну просто толпа женщин пришла, мамочек в хиджабах. Паш, вот вопрос, вопрос в том, что мы об этом говорили. Надо запрещать, категорически запрещать. Вот не только. Мне сейчас с котельников тоже прислали фотографии. Запрещать ношение в публичных местах, в общественных местах. А вот это вот религиозная одежда. Во всем, даже в мусульманском мире это считается радикализмом. Ну кроме Афганистана, там других, Ирана. Но мы не Афганистан, не Ирана. Там официальная религия мусульманская. Государственная. Это государство. Построенное на религии. Не на власть, а именно на религии. На религиозных обычаях и традициях. Мы светское государство. В Турции с этим борются. В Средней Азии с этим борются. В Центральной Азии с этим борются. А у нас это не просто разрешается, а почняется. Потому что есть люди, которым я еще раз говорю. Есть люди, которые активно поддерживают. Во-первых, кто-то поддерживает идеи тюркского государства. Такие люди во власти наверняка есть. И они думают, что они в конце концов придут к власти на этом лозунге. Переселив сюда большую часть Иджикистана и других среднеазиатских республик. Второе. Дело в том, что когда падает уровень культуры и уровень образования, его тут же заполняет радикализм. Однозначно. Я тоже никуда от этого не геничусь. И вот поскольку люди выезжают из своих государств, где с радикалами борются, они здесь, во-первых, могут реализовать свои радикальные, репиозные требования, какие-то мысли. А самое главное, они же идентифицируют, идентификация свой-чужой. Например, чтобы было понятно, в Киргизии запрещено ношение ваххабистских бород. И, кстати, не только Киргизии. С этим идет борьба. Вопрос в том, что наша власть постоянно заигрывает. Вот это вот никак не могут почувствовать. Я почему-то начался с Дагестана, и мы с тобой начали с Дагестана. Никак не могут почувствовать. Уж Дагестан-то, извините меня, это страна, то есть это республика, в которой 32 народа, народности еще очень много, которая связующаяся с русской культурой, русский язык. Как ситуацию там можно было профукать, я не понимаю. Для меня это загадка. Для меня это остается загадкой. То есть это нужно сделать специально. То есть как бы Дагестан, который не пустил ваххабитов, и шакалов из Чечни, он взялся за оружие. Вспомним 2000 год. Вот проблема заключается в том, как можно было упустить ситуацию. Но потому что кому-то нужны просто результаты, они понимают, что с идеологией надо работать. Враги-то против нас работают очень тонко. Враги против нас вкладывают с детских площадок идеологию, что русских надо убивать, и заставляют ходить с ножиками, и говорят, мы всех русских порежем. Кирилл Викторович, знаете, я предлагаю сделать небольшое отступление от темы миграционной политики, и даже идеологического противостояния. Вот вы вскользь затронули тему исторических ошибок в плане политики на Северном Кавказе. Вот в контексте того, что произошло с Евгением Пригожиным, возникла такая мощная информационная волна, которая говорит о том, что пытаются раскачать, делаются вбросы о том, что уничтожается одно кладбище в Самаре, хотя выясняется, что там реконструкция, убрали старый вид, сделали каменные монументы там и так далее. Делается вброс о том, что сжигаются могилы в Иркутской области. На самом деле, речь о прогреве почвы, чтобы можно было копать, если почва мерзлая, пытаются раскачать психику фронтовиков Вагнера. И параллельно с этим идет такая тема, ну что, с Вагнерами разобрались, на очереди Кадыров. То есть пытаются на Северном Кавказе опять начать какие-то вот горячую фазу каких-то противоречий. Вот у вас есть представление, учитывая прошлые годы нашего опыта, какие болевые точки, на что надо обратить внимание, чтобы не допустить настоящего взрыва? Паша, ну, во-первых, ты вот только что сказал об этом. Мы не можем уйти с собой ни от идеологии, не можем уйти от миграционной политики, когда будем ждать это. Потому что идеология на сегодняшний момент, она проигрывает по одной простой причине. Почему в советское время мы проиграли? Да, потому что, когда в республиках национальных, республиках Советского Союза активно подняли голову националисты, это все было подано как свобода слова, гласность и тому подобное. А это было, на самом деле, на начале идеологической войны мощнейшее. То есть, вот то, что спало, а все националистические истории, на Северном Кавказе, они же спят. То есть, людей очень легко, эмоциональных людей, очень легко раскачать. Как на великий подвиг за нашу великую страну, так и на преступления против нашей великой страны. Как подать, как все повернуть, как все извратить. Да, вот ты правильно говоришь, идеологическая война сегодня, это не некая стопроцентная ложь. Это извращенная правда. И мы это прекрасно понимаем. Это как история была с незаконной мечетью, молебным домом. Она была извращена, потому что было представлено, что нападение было на мусульман, на мусульманскую веру, а не на радикалов, которые нарушили закон Российской Федерации и не собираются его соблюдать. Вот, понимаешь, вот эта вот сила, что такое Северный Кавказ? Дело в том, что когда нарушил культурно-экнический баланс благодаря завозу сюда мигрантов в Средней Азии, радикальных, низкообразованных, тут же пошла модель поведения, она стала культивироваться, что настоящий мужчина-мусульманин должен быть низкообразованным, плохо говорящим по-русски, но при этом ненавидящий русский, еще бойцом ММА. То есть это массовое создание молодежи, да? А подвигом является, что ты оскорбил русского человека или русскую женщину по национальности. Это разжигание. Ну так никто же не поставил других великих людей, которые в Советском Союзе, в России уже в новой, великие врачи, которые сейчас есть. И все наши достижения, которые многонациональные. Я вот когда с этими экстремистами утро Дагестана общался, я их тоже спрашивал. Ребята, вот самый великий кавказец за всю историю, Сталин, в Советском Союзе, он смог достичь небывалых вообще высот. Сталин – это фигура. Вот никто вообще не может сравниться даже близко. Нет, Сталин не считается. Это за скобками, потому что, ну, это же рушит их вообще нарратив о том, что у нас здесь какое-то там пренебрежение, шовинизм и все остальное. Мы с тобой говорили. Вопрос в том, что людей забить голову можно только с низким уровнем культуры и образования. А мы провалили. У нас по всей стране провалено школьное образование. По всей стране. Не говоря уже про национальную республику. Мне вот сейчас говорят ребята из Татарстана, которые разных национальностей. Они говорят, слушай, в Якутии такая же история. Перестали передавать русские языки. Якобы не хватает учителей. Возможно, не хватает учителей, но это основной предмет. Это что, диверсия? Конечно, диверсия. Это проявление национализма? Конечно, проявление национализма. Вопрос в том, что сейчас ряд чиновников, им совершенно все равно, что будет происходить через пять лет. У них, значит, заработать, максимально освоить свой ресурс в профессии. Быстренько учебники наклепать и получать с них долю свою авторскую. Там еще что-то. При этом не создавая... А для того, чтобы удержаться на месте, они креативят, они придумывают всякие истории с конкретной поручением. В образовании. Мы только об этом рассуждали. Мы только об этом говорим. Но они не исполняют, сам говорят, да. Нужно развивать профессионально-техническое, среднее профессионально-техническое образование. Это ПТУ техникум. Нам говорят, а, вы знаете, вот, у нас теперь будет профессионалисты, а еще у нас будет один час профориентации. Ну, что тут дурака-то включают? Нам рабочие уже высококлассные. Нам колхозники, то есть сельские тружники уже высококлассные. Трактористы. А здесь нам в уши, в уши. И еще президенту все это в результате мы получаем целые регионы, где образование заброшено. Там, естественно, начинается поднимать голову вся вот эта вот нечисть. И еще раз говорю, тем более на Кавказе. Тем более, учитывая та же самая история, что достаточно значимое большое количество людей на Кавказе участвует в специальной военной операции. Они герои. И тут же начинается вот эта вся вот вот эти шакалы, они начинают наши братья там какие? Они не братья, это наши братья. А не ваши братья. Вот это очень-очень важный момент. Потому что по их логике и гилл запрещенный в России это тоже их братья. Вот тогда, извините, немножко братство другое. Но находится молодежь, которая не знает. Она же вот эти политинформации, они даже до них не доходят. и вот эти самые простые вещи, значит, как вы видите человека с бородой, да, который плохо говорит по-русски и ненавидит, плохо выступает в отношении русских, России. Вот отлично, это твой брат, значит. Так мы-то ничего не противоставляем этому в операционном поле. Пляски под какие-то там непонятные телодвижения, под какую-то иностранную музыку, это не есть работа идеологическая и не есть воспитание. Людей воспитывают в трудовых лагерях, как мы раньше ездили, на каких-то трудовых волонтерских прекрасных. Вот, пожалуйста, волонтерское движение. Школьников можно водить. Сейчас нам говорят, что не хватает рабочей силы в сельском хозяйстве. Да ребята с удовольствием пойдут зарабатывать, огромное количество школьников пойдут зарабатывать и заодно отдыхать, как если в советское время. Но этим же надо заниматься. Сто процентов. Это нужны всероссийские проекты, которые будут сделаны. Это система, которую надо строить. У нас со стройками проблема. Со стройками в смысле вот такие вещи, которые нужно создать. Так нет, они уже были. Они работают. Ты только пыль сотри, заставь это работать. Но это же все не креативно. И самое главное, что деньги на эти программы воруются. Вот в чем проблема. Проще списать на утренник. Уж что креативнее, правильно ты сказал? Вот придумали, думали, 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 думали. И наконец придумали. Будем каждую неделю поднимать флаг. Флаг что ли? В Советском Союзе флаг поднимали под большим праздником. Но патриотов выросло огромное количество. наших людей. Даже кто живет сейчас в Прибалтике и еще что-то. Там остались патриоты, которых загнали под тумбочку. Но мы выросли. Мы выросли. Да, были агитки, была какая-то неискренность. Но мы все равно видели, мы вместе в каких-то мероприятиях все время участвовали. Начиная со сбора макулатуры и металлолома, заканчивая вот этими совместными трудовыми всякими поездками или когда ездили поисковые отряды. Вы говорите о воспитании в совместной деятельности, что и есть по сути воспитание с точки зрения педагогики. А у нас подменяется воспитание разговорами. Мне на самом деле очень обидно. Два года назад ко мне обратился наш товарищ, известный блогер, аналитик, я не буду называть фамилию, чтобы не выдать там какие-то цепочки. Он меня попросил написать какую-то такую записку по теме «Что надо делать прямо сейчас, учитывая специфику современной школы в плане патриотического воспитания?» Я написал там страниц пять, текста. Оказалось, что это он передал руководству российского движения школьников, которое как раз должно этим заниматься. Не было реализовано ничего. Ну вот, зато подъем флага. Паш, вот вопрос, подъем флага неплох сам по себе. Конечно. За этим должна стоять некая целая история, когда человек гордится этот флаг поднимает. Когда мы на этом подъеме флага мы говорим, что вот там-то наши бойцы освободили то-то, и вот он становится причастным ко всему этому, к нашему всеобщему подвигу. А когда у нас не хотят половину учителей, которые дорогих гимназий проводить во время вот этого патриотического воспитания, они просто отказываются. Ну о чем? Ну то есть по-хорошему это должно выглядеть так. Ребята, сегодня мы поднимаем флаг, и вы должны знать, что у нас открыли огромный завод там-то. Сегодня мы построили суперсовременную больницу здесь. Мы сегодня там сделали то-то, то-то и то-то. И они понимают, вот этот флаг, это достижение огромной страны. Вопрос в том, что самое главное, а он должен это видеть, не просто ему рассказывают, он должен дома понимать, что люди говорят, слушай, так же живеть, живется лучше, тут лучше. А если он не видит этого, то он начинает постепенно ребенка, ведь вот ребенок чувствует правду. Как вот эти, по которым мы говорим, вот эти радикальные отношения, почему они? Они простые. Им кажется, что это правда, потому что это просто. Они подменяют, подменяют понятия, подменяют убийц, называют героями и защитниками, а дальше им никто не рассказывает. я здесь взял учебник по истории за пятый класс. У нас было совещание в СПЧ как раз по образовательной тематике, и наша коллега Эклина Сморода, она принесла учебник. Открываю, открываю учебник, пятый класс. Там есть такой словарик. Значит, начинаю читать, написано добро и зло. И там коротко, то есть философская история, значит, добро и зло, она в одну строчку разъяснена, но такими терминами, которые, наверное, в институте философии, в куличе философии обсуждали. Вопрос в том, что с этого момента ты убиваешь все, ты убиваешь формализм, и когда мы говорим о том, что вы знаете, мы обсуждаем, мы телегу ставим, как правило, впереди лошади и говорим, у нас есть плохие учебники, у нас некачественно готовят учителей, у них самая низкая заработная плата, унизительно низкая заработная плата. Мы превратили директоров школ в менеджеров, мы не занимаемся идеологией, а имитируем занятие идеологией. Значит, мы в конце концов, конечно, школа, как ты правильно сказал, облупившиеся стены и все подобное. Но вопрос следующий, надо начинать с другого, кого мы хотим обучить и воспитать. Если мы ставим вопрос, что просто научись считать, писать, и потом отправить его арабский труд в пользу капитализмов и олигархов, это одна история. Ну, а если мы говорим сегодня, что это не подходит нам, эта модель, нам нужны патриоты, высокопрофессиональные, в том числе люди, которые будут создавать требуемые президентом нашу экономическую и промышленную независимость, суверенитет. Ну, тогда это другой подход, ребята. Когда мы должны отслеживать постоянно, что происходит в школе, тогда не менеджер-директор должен быть, а директор. Тогда мы понимаем, что если есть проявление радикализма, директор в Шляве тут же должны дергать власти, говорят, ребята, вот проблема. Вот проблема. И так пошло-поехало. если мы видим, что какая-то проникает враждебная идеология, сколько мы времени доказывали по поводу запрещенного теперь запрещенного АОЕ. Нам все говорят, проблемы нет. Минобразование, МВД так говорило, пока Яна Лантратова не выступила перед президентом, пока мы не создали эту рабочую группу, благодаря президенту, и в конце концов, все-таки выяснили, что, оказывается, есть такое экстремистское движение. Мы сейчас говорим о росте радикализма на Северном Кавказе благодаря тому, что нарушил культурно-кинический баланс. То, что приезжают агрессивные имамы, да, к гнудинам, которые находятся, когда он их поддерживает. Кому это надо? Ну, давайте выясним, кому это надо. Для этого спецслужбы. И мы говорим, что риски от этого велики, конечно, велики. И, кстати, в МВД об этом понимают, об этом говорят. Но они говорят, слушай, сил и средств нет. Надо специально создавать новое подразделение со знанием языка, новых специалистов. Денег нет. И дальше пошло-поехало. Дмитрий Викторович, вы знаете, вот это вот так странно. Мне кажется, что если просто объявить сбор, народный сбор, сколько надо денег, мне кажется, люди уже просто начнут жертвовать. Ребята, сколько вам надо денег? Только помогите, ради Бога, давайте решать проблему. А какие еще проблемы возникают у наших силовиков? Деньги-то и самое страшное, что деньги есть. Но хочется одному олигарху, понимаешь, и деньги потратить, чтобы каждый год или каждые два года менять в Москве детские площадки или асфальт или бордюры. Не школу ремонтировать, потому что это его тема. Он сейчас взял эту тему, да, состоянно и зарабатывает на этом. А все смотрят, все об этом знают. Все знают. Все люди здравомыслящие, начиная от граждан, все это все знают. Кирилл Игоревич, президент знает? Президент в сложном положении, конечно, знает. Что-то знает, что-то не знает в подробностях. Но вопрос в том, что президент пытается сдерживать то, что называется баланс между обществом и капиталом как правящим классом. Это, понимаешь, у нас же, как мы говорили, что людей это ничего не учит, а у Карла Маркса все сказано по поводу капитала, да и капитализма, буржуазии и тому подобное. Дело в том, что у нас, мы уже говорили, самая страшная форма капитализма, олигархический капитализм, это самая страшная, она не созидательная, она разрушительная. Все олигархи, в 99% они предательны. В 99% они предательны. Потому что они космополиты, им родина вообще не нужна, общение в России не в них. Это место заработка. Так же, как и представители власти, которые с ними работают. Я наблюдаю, как люди меняются во власти. Они сначала начинают бубнить, значит, когда они только приходят, как все страшно, ой-ой-ой. А потом, когда ты им говоришь, что, слушай, ты понимаешь, что ты воруешь деньги. Он говорит, нет, это как правило игры, мы их зарабатываем. Мы проекты же делаем, но часть, это в виде премии, мы кладем себе в карман. Но то, что это может быть больше, даже чем самая стоимость проекта, это уже другая история. Вот, когда я разговариваю со своими старшими коллегами, которые еще вышли из КГБ СССР, которые заслужили до очень больших погонов, погон, да, погон, правильно, прошу прощения. Так вот, мы с ними говорим, они говорят, слушай, самое страшное, что все думают про деньги. Вот часть страны ведет войну, да, сделает все для фронта своими руками, там, шьет, готовит, собирает, отправляет, возит, рискует, погибает. А часть в это время совершенно спокойно думает про деньги, про Дубаи, как принято говорить, да. Вот, вот, вот здесь вот за полтора года ничего не сделано, ничего не сделано. А часть чиновников просто креативит, они отчитываются креативом. Вот это подъем флага. Имитация бурной деятельности, да. Правильно, совершенно верно. Вот есть такое, у бюрократия есть такое понятие закрыть поручения. Ну, формально его закрыть, формально ты его выпрыгнул. Вот они формально большая часть закрывают поручения. Но мы же видим, что есть руководители, которые не вылезают с новых территорий и каждый раз это придумывают. При этом ведут серьезные проекты очень образовательные. Да, не будем, не буду рекламировать, все знают, как вам я говорю, но вопрос-то в том, что этих людей мало. Они все равно даже смотрят, что идет дальше, вниз. А дальше получается, как в советское время. Почему Советский Союз развалился? Да потому что комсомольцы, комсомольские линии превратились в борьё. Вот, в коммерсантов, да, большая часть, в цинников. Вот в цинников превратились и всё. Их самое главное было своё. Вот это вот то, что происходит сейчас у нас. Поэтому, когда мы говорим, что сейчас идет вот этот рост радикализма, причем не только, не только на Северном Кавказе. Это у нас, пожалуйста, постепенно начинает раскачиваться в Башкирии. слава богу, там Райд Фаридович бьется, да, и в Татарстане начинает раскачиваться этот радикализм. И люди это чувствуют. Так вот, вопрос в том, что, ребята, наложите кальку Советского Союза. Американцы, они же, в принципе, они же, как говорил Задоров, они тупые. Почему? У них прошел сценарий по развалу Советского Союза. Они наложили кальку на Россию и продолжают по тому же самому сценарию ее качать. Они сделали ставку на жуликов и вот тех людей, которые пытаются, которые думают только о том, как заработать. Ну, по сути, предатели, правильно? Мы же говорим, предатели. Но сейчас же есть такая позиция, что не надо говорить про предателя. Слушайте, ну, постоянно люди начинают возвращаться, ты же знаешь эту историю. Да, да, да. Вот сейчас на этой неделе громкая история про группу Звери. Захотелось парню дать концерт заработать. Он раньше критиковал СВО. Теперь он поехал, играет на гитаре для солдат. Типа, все, я свой, мне можно снова давать деньги. Ну, смотри, даже делали на зверях. Они хоть поехали. А есть такие, которые никуда не поехали, ничего, никуда не извинялись. Мы спрашиваем, там кто-то, я не буду рекламировать этих певичек всяких, там еще и прочее. Нам говорят, а мне извинились, перед кем? Понимаешь, вот есть такое слово, на Б начинается, да, вот, не очень хорошее, хотя, в принципе, оно древнее. Так вот, это слово, которое определяет не только профессию, оно определяет состояние человеческое, да? И вот, когда дети, они видят примеры, они же, они же живут в этих сетях, они все это видят, когда они слышат возмущение своих родителей, и когда им рассказывают, что, в принципе, все отлично, он идет в школу, в которой стены в Москве обглупились, и он видит, что у него не все отлично, он начинает, он перестает верить своей стране, своему государству, даже своим родителям. А мы с тобой помним 90-е годы, ну, ты меньше, а я это помню вообще, как разваливали идеологию, и он начинает разговаривать с наших дедов, дедов и родителей, что все они были неправы, то есть, приехали товарищи с Соросом вместе, наши предатели-активисты, они, кстати, такую пропаганду делали, не только с учебниками. Вспомним моего учителя истории Лешу Венедиктова. Он у вас преподавал? Да, с четвертого класса. Как Тесенмир, что называется. Он пришел тогда только молодым учителем. И, кстати, пытался в партию вступать несколько раз, и даже в КГБ СССР хотел пойти. Вот. А потом, потом начал все, пожалуйста, он выстроился в эту систему. И такие сейчас, вот точно такие же. Приспособленцы. Правильно. И это разрушает. Поэтому, когда мы возвращаемся к той истории, когда ребята видят проявление радикализма, они считают, что это правильно. Это справедливо. Это традиция. Вот, что они видят. А я не то, что даже не пытается объяснить за уже имеющиеся бюджеты, что это неправильно. Эту тему вообще не трогают. Ну, то есть, на самом деле, если у нас каждую неделю первый урок проводится вот эти разговоры о важном, то там должны быть, наверное, подняты как раз вот эти вопросы. Что такое радикализм, экстремизм? Что такое настоящие там традиционные ценности? Что такое патриотизм или предательство? Ну, не просто вот какие-то теоретические разговоры, а на конкретных жизненных примерах, потому что это все очень близко. Вспомним, вот советская школа, она вот эти вот уроки-уроки мужества, их называли тогда, да, там еще приходили, во-первых, конкретные люди, ветераны войны, да, еще что-то. Были какие-то учителя, готовили целые истории. Ну, совершенно известные были истории, были-были-были-были понятно, что у нас с детства были раскручены некие герои из числа, я, слово раскручить неправильно, но по-другому не скажешь, это понятно лучше, раскручены некие герои, да, потом, которых пытались уже потом вот все это, все это, все это было не так, да, что Зоя Кусимьянской не было, ну, то есть она была, но это совсем не то, и там... Памфиловцы... И дальше пошло все-все вот так. Вот, то есть появляются гаденыши, которые хихикая так, интеллигентненько, они разрушают все. Сейчас три среди гальные гаденыши, да, вот к этому сказали, ты, брат, неправ, да, потому что мы правы, а ты неправ, все. Вот так вот, потому что вот все, потому что, а спросишь, а почему вы правы? Ну, потому что мы правы, правы, все. Вот. Значит, и вот вопрос в том, что никто не пытается даже с этой средой работать. Никто. почему сейчас обсуждается там история Пригожина, почему начинает история Кадырова? Потому что все равно в сознании людей значительной части, они все равно какие-то люди действия, а кому-то они могут нравиться, не нравиться, но то, что они героические личности, это понятно. И на фоне вот этих вот как вот блеклых там вот как бы вот историй, они, кажется, вот их начинают обсуждать. Ну, это сильные, яркие лидеры, понятно, в любом случае. Так вот вопрос в том, что мы на сегодняшний момент говорим. Но в школах этого не обсуждают. А почему? Ну, потому что часть учлений не хочет этого делать, а часть не знает, как подать. А министерству вообще-то ему вообще наплевать. Они написали в программу, минист улыбается, рассказывает, как он продвигает наши компьютерные игры. Ну, что он другого ничего сказать не может. Вот посмотри на него. Я не хочу, вот честно говоря, я просто говорю, я вот, я просто говорю, веришь или не веришь? Конечно, нет. Но не веришь. даже не нужно ходить в школу, чтобы понимать, что не веришь. Потому что, ну, вопрос в том, что я даже несколько раз задавал настоящий вопрос. Где среднее профессионально-техническое образование? Прошу прощения, что я скатываюсь на эту историю. Но для меня это больно, потому что я понимаю, скоро в оборонке людей, которые подверткой крутить не останется. 70% дефицит, 70%. И трудовые иммигранты его не заменят. Вот я, кстати, хочу сказать, что год назад меня пригласили поучаствовать в одном городе, решили провести модернизацию системы образования колледжей, школы, детские сады и запросили у одного проектного бюро вот этот проект разработать. Мы его разработали. Финансировал его олигарх, у которого в этом городе крупнейшие предприятия. Вот год назад мы его сдали, он был одобрен, защищен, все там, оплаты прошли, он так олигарху и не был показан. Это одна часть вопроса. То есть это на всякий случай было сделано, вдруг понадобится, то есть желание, собственно, что-то сделать для города, оно чисто виртуальное. И второй момент, то, что проводилось исследование, на первом этапе. Чего, собственно, молодежи не хватает, почему она не хочет в колледже идти работать? Все хотят либо в региональный центр ехать за образованием высшим, либо они вообще сразу идут куда-то работать. Самая популярная цитата у опрошенных, у молодежи. да, на заводе, конечно, зарплата 100 тысяч, 120, 150, то есть для, это даже не региональный центр, это крупный город, там, сколько-то километров от Москвы. Но это же завод, мы вот туда не хотим. То есть вот даже деньги не являются мотивацией. Вот насколько у нас идет подмена культурной матрицы, что, казалось бы, это извечная проблема нашего человека. Даже ради денег не хотят идти, потому что это завод, это стыдно, это позорно, это... Извини, я, как я скажу, ты знаешь, когда, когда за государственные деньги на государственный экономический форум привозят полупроститутку, которые называются блогером, да, и которые там... И это молодежь, потому что как успешное лицо, это чмо, что-то там, что-то еще пытается морсти, господи, но по-другому не могу сказать, это правда, да. Понятно, что он чей-то любовник, да, вот как в группе извращенцев. Ну, правда, он официально называет свои вещи. Значит, тогда у них тоже появляется, у них появляется резонный рисованный вопрос молодежи. Так что проще? Почему я сказал, по поводу слова на Б? Оно является проблемой во всем. То есть, раньше было, значит, в секретарше устроиться, а теперь можно секретариум та же самая история, та же самая песня. Дорогие самолеты, у нас же, у нас же даже образа нет, вот сколько было поставлено вопросов. Никита Сергеевич Михалков говорил об этом, что надо возрождать именно наши традиционные киномагатографы, да, посмотри, сколько у американцев тратится денег на создание образа, например, жителей Аляски, это интереснейшие сериалы, документальные, золотодобытчики, оружейники и тому подобное. И это интересно, это с художественной точки зрения это увлекательно. У нас что-то такое сделали, нет. Почему? Деньги же выделяются, да потому что воруют. Сейчас во многих странах опять заговорили, что воровство это государственная измена. В советское время, ты помнишь, там 93-я статья была, хищение слишком собственности, сумма крупных размеров, это расстрел. вопрос в том, что они наносят столько вреда своими действиями, разрушительными, в том числе и с идеологией. Вот приходят к ним подчиненные, к этим начальникам, которые 35-40 лет и смотрят, как этот начальник не просто ворует деньги, он в уважухе, он общается с более высокими начальниками, он каждый неделю летает отдыхать под видом фошки командировок. Он говорит, я тоже так хочу. А дальше идет то, что какой молодец, эта модель другая. Почему у нас обсуждали этот вопрос, почему у нас не было такого массового прихода на мобилизацию добровольцев из молодых людей. в основном категория другая была. Это люди, которые уже где-то повоевали, где-то родину защищали, все уже знают, сформировавшийся патриот. Потому что им вкладывают в голову с самого начала, а что тебе родина, что тебе дала? Ну поучился ты здесь, что смог, урвал, дальше захотел, уехал. А там-то будет лучше тебе, там будет слаще. У нас только буквально несколько ресурсов таких достаточно небольших, но хороших ресурсов, типа ломовки и тому подобное, это не реклама, просто они пропишут про те, кто уехал. Ну что, не так все у них хорошо. Мы с тобой говорим об этом, ты об этом говоришь. Но для того, чтобы сформировать позицию, с ней же надо работать. Если мы говорим, что нам нужны какие-то новые творческие решения, появились хорошие патриотические песни, новые, из которых не стыдно просто, но ты сам слушаешь, берешь. Но это же все-таки скорее супротив, а не потому что. Это просто у людей душа поет. А вот фильмы появились, мы давно говорим. Мы с коллегами разговаривали, например, можно снять, не надо потом снимать про героев Афганистана девятую роту. Она нужна сейчас. Этих девятых рот у нас полно. во время войны Великой Отечественной наша, наша, наш кинемитор, который был вывезен в Казахстан, куда угодно, в Алматинскую студию, снимали огромное количество фильмов. Про войну, про героев, да, может быть, не самых дорогих. Ну, где это все сегодня? У нас есть деньги на сериал про Дубаи? Для кого он? Для 100 тысяч и 140 миллионов. Для кого он? Ну, это отвратительно. Или у нас есть деньги на различного типа творческие поиски с непонятным уклоном, в какую сторону. Когда мы говорим, там уж явно ценностями духовными не пахнет. А потом мы спрашиваем, а почему такая ситуация происходит? Ну, потому что, например, на том же самом Северном Кавказе, там люди живут по определенным традициям и ценностям. То, что происходит, вот это слово на Б, они видят. И враги им в уши говорят, слушай, ну ты же видишь, да, брат? Брат, ты видишь, да, вот это все? Они все такие, блядь. И все. И дальше молодежь начинает с этого впитывать. И потом у нас идут детские площадки, потом у нас школа, потом у нас хиджабы, потом вообще, в принципе, всю эту ситуацию они уже разыграют, они уже разыгрывают. А дальше те, кто хотят им политически воспользоваться, в том числе внутри стран. Ну то есть причина-то не во всем виновата ЦРУ. Рвется там, где тонко, там, где у нас в государственной политике, мягко говоря, слабые места, туда и будут бить, конечно же. Если было бы все хорошо, не было бы проблем. Если бы мы своих детей научили в школах, то девочку надо защищать. Вот, смотри, мы, люди, взрослые, мы знаем простую вещь, что, например, когда мы, не дай бог, где-то ругались матом, нас кто-то слышал, нас любой взрослый мог взять за ухо и отвезти к участковому в дневный совершенно летний, да, или к родителям отвезти. То есть это люди, которые нас знали. Да, если вы себя неправильно вели, нас то же самое. Сегодня этого сделать не может никто. Никто. просто. И вот вопрос в том, что мы сами формируем то, что мы имеем. Сейчас начинают люди объединяться, люди что-то говорят о ценностях неправильно, потому что уже достало. Но проблема заключается в том, что им просто на правовом уровне этого нельзя сделать. Учитель теперь кто? он не формирует даже десятой части то, что он делал, тысячная часть, что он делал в советской школе. И что он должен делать сегодня? Он просто тупо бубнит по тупому учебнику. Все идет к тому, что учителей будут заменять машинами, которые умеют также бубнить и гораздо дешевле. А сейчас мигрантами. Так вопрос в том, что это и есть. Понимаете, в чем все-таки ситуация? Сначала зарабатывают определенные люди на учебнике. А дальше они на этих программах, вот этих вот всех симптомах, они тоже зарабатывают. И им учитель совершенно не нужен. А учитель, он кроме того, что он учит, он учит морали. Общественной морали. Это его функция. Она должна быть такой функцией. А когда ты учишь детей общественной морали, ты должен иметь право ему делать замечания, ты должен право воспитывать. И вопрос в том, что для этого ты не должен быть объектом, который сопляк 10-летний или 11-летний покроет тебя трехэтажным матом и дальше ты еще в Следственном комитете будешь отписываться, а почему-то у него голос повысил. Вот в чем проблема. Опять же, от кого это зависит? Президент все команды дал. Все команды дал. От руководства министерства. Я сразу говорю, это зависит от руководства министерства, которыми ничем не занимается. Только как креативно. Вопрос в том, что мы же понимаем, что каждый год потери, он будет десятилетиями потом вказываться в проблемы. Если мы сегодня не возьмем первоклашку и не начнем ему рассказывать на примере русских народных сказок и других сказок народов России, блин, хорошо, хоть мультики сделали Илья Муромич, Алеша Попович, вот сейчас. А раньше они их не знали даже. Они знают этих вот агрессивных героев, непонятно, таких мутантов, но они о них знают, они о них воспитываются. Сейчас поднимаю тему, ты, может быть, слышал по поводу надо контролировать игрушки. Как думаете, что я поднимаю? Чтобы агрессивные игрушки убрать? Нет, чтобы появилась новая надзорная функция, чтобы с нее деньги получать. Все. Опять про деньги. И почему это рассказывается таким, знаешь, сугубо профессиональным философским подачей? Нужно-то всего лишь запустить по-хорошему программу субсидирования уже существующих производителей игрушек, которые в разных регионах есть. Вот они у себя там мастерскую из трех человек сделали, они пытаются что-то продавать. Дайте им денег, помогите им раскрутиться, чтобы у них, может быть, там губернатор пришел к ним и порекламировал, на выставку каких-нибудь местных производителей игрушек. По уму можно сделать кучу всего, желания нет. Вот, правильно, потому что, я еще раз говорю, ты правильно сказал, что у нас вопрос в том, что даже можно сделать, но я тебе скажу сразу, когда мы выходим, мы сейчас с тобой скажем, можно сделать, а работать-то кто будет? У нас ПТУ нету, у нас нет людей, которые руками учат делать. Ты знаешь, что, наверное, в Костроме одна из самых старых фабрик вагонних игрушек людей не хватает. Спрос на них огромный, а людей не хватает. Ситников пытается пробить вот эти вот творческие всякие эти, за свой счет пытаются создавать. А всем остальным все равно, это не бизнес, понимаешь? вот я смотрю на этих молодых чиновников, они смотрят на все, а в чем бизнес? Бизнес в чем? В чем экономика? Поэтому мы говорим, что когда есть неурегулированные вопросы людей, общества, капитала, называются, власти появляются поводы для радикализма. Вот они, вот вопрос, стоп, 17-й год, мы с тобой прекрасно понимаем, мы с тобой хорошо учили, стоп. Он с чего начался? С поражения на фронте 16-го года? Конечно, нет. Он начался с высочайшего уровня несправедливости, который был разрыв между властью и обществом. И вот тогда вышли большевики и сказали, что есть такая партия, которая готова выступить. И было все построено на ненависти, на уничтожении. А чем радикалы отличаются? Они построены на ненависти, на уничтожении, тем самым они заявляют, что они будут творить справедливость. А в ответ выходит русский народ и коренные народы. Говорят, нам такая справедливость не нужна. И пошел. Вот он. А во власти кто-то даже этим пользуется. А кому-то вообще все равно. Он чисто по бизнесу зарабатывает и все. Но слава Богу, у нас есть люди с этой безопасности, в МВД, в Федеральной службе безопасности, в Администрации президента, в конце концов, как называется силовой блок, который понимает всю проблему, но в правительстве ее видеть не хотят. Потому что они чисто про деньги. В прямом переносном смысле. Ну неужели? Хорошо. Я говорю, у части правительства даже дети в школу еще ходят. Ну понятно, что другие школы. Понятно, что еще что-то. Вопрос другой. Неужели все не видят? Неужели? Вот мы все говорим, давайте качество образования повысим. Возвращаются. Учебники перепишем. Президент дала поручение. Ну, как оно бы выполнялось, даже говорить не буду. Добро и зло. Одним словом скажем, добро и зло. открываешь учебник и понимаешь, что что-то не доделан. Мягко говоря. Но это же капля. Ты же как специальный учитель. Классный учитель. Ты знаешь, что это капелька маленькая. Учебник это не самое главное. Если хороший учитель, он учебник отложит и расскажет эти дети за 45 минут прекрасную историю. Кто этим занимается? Ты хоть слышал от руководства нашего образования стратегическую речь сбалансированную, продуманную? Это даже смешно слышать. Такую постановку вопроса смешно слышать. Тогда почему мы спрашиваем, откуда нас берутся радикалы, низкообразованные люди? Если после в разрухе голоду сумели восстановить, в школы приходили. Вот я несколько лет своими друзьями поддерживал сельскую школу, там, где мы базируемся. Ее закрыли. А прекрасная школа была построена на основании. Ну, что детей мало. как всегда у нас. детей мало, хотя учителя были. Учителя на улицу выгодили, кого-то взяли в Беженск. Ну, программа была такая. Все. У нас же модернизация. Это увольнение, потом мигранты приходят. как в здравоохранение, как в здравоохранение, так и в образовании. Вот. Значит, следующее произошло. Ну, хорошо, детей стали свозить. Я посмотрел, что каждый год после голода, даже в советское время, там в разы увеличилось количество точек преподавания. Потому что была программа борьба с играми, то есть, ты помнишь, что как бы вся эта история была. Независим было три человека, пять человек, да, люди приезжали учителя и учили. вопрос в том, что на сегодняшний момент мы видим, вот, что вот эта вот система, которая до сих пор реализуется, она все больше и больше убивает. И никто не хочет об этом признаться. Ну, никто не хочет об этом признаться и как бы никто не собирается ничего менять. Хотя, я говорю, но есть президент, есть, вот вопрос, а тот, кто работает в системе, а шепотом говорят, ты же видел. Вот вчера подготовил, я еще раз говорю, Екатерина Смарадапа подготовила страшный доклад. Он, он на самом деле, он в СПЧ подготовлен доклад, который даже в мягкой форме, он показывает степень проблем. Тогда появляется вопрос. У нас есть за это ответственные люди. Ну, всегда, у каждой, у каждой проблемы есть фамилия и отчество. Но если проблема есть, ну, неужели за какое-то время значительно нельзя было хоть что-то сделать? Во-первых, 100%. Сказать публично, у нас такие-то проблемы, товарищи, мы их решаем, потому что нам надо выйти вот на такую-то историю. Через год выступает, смотрите, вот столько-то школ у нас лучше, учебники переделали, а в профессию, профессиональных, мы вырастили профессиональных техников, профессиональных рабочих, значит, все, качество обзывания повысилось, а он рассказывает, про игрушки электронные, ну, что там? Ну, вот прикиньте, Кирилл Викторович, вот сейчас меняют учебник истории, там, Мединский с коллегами его переписали. Поменять учебники для 10-11 класса, я считал, это примерно полтора миллиарда рублей. Больше. Полтора миллиарда. Они не могут это сделать, не договорившись, кому сколько. И вот каждый вопрос, о котором вы говорите, построить школы, это деньги, отремонтировать школы, это деньги. И на эти финансовые потоки надо же договориться, кого поставить. И если ты не договоришься, то ты враг классовый, враг нашего олигархата. И это недопустимо. Правильно. Правильно. Я говорю, слава богу, есть губернаторы. Вот мы говорим про области. Например, решили в Калужской области, сделали, сделали, как терпительно говорить, кластер для преподавателей как раз вот этих вот колледжей, которые будут работать с танками, значит, готовить мастеров, готовить слесарей. Но проблема-то в том, что они договорились, потому что у них заводы есть, у них предприятие есть, которые в этом заинтересованы. Ну а дальше появляется вопрос, а где деньги на станки? Вот я в школе учился, у нас в каждой школе, в каждой школе были учебные мастерские, в каждой. Мы с четвертого класса начинали сначала на станке выпиливать эту, как толкушку, все, потом, чтобы собирать табуретки, потом еще что-то. Человек говорит, смотрите, сейчас это не надо. Как не надо? Кто будет это делать? Китайцы? Тогда мы не можем говорить о нашем суверенитете. Да даже самый дрон собрать. Мы купили, помнишь, было в прошлом году, мы купили в школы конструктора из Китая дроны, которые они будут собирать на уроках труда. Начинаем выяснять, сколько этих дронов купили. 10 тысяч. Ну, грубо говоря, 40 школьников, 40 тысяч школьников соберут 10 тысяч дронов. Но это же смешно. Об этом что? Нужно было докладывать на весь мир, что другие считать не умеют? Вот, понимаешь? И когда мы опять возвращаемся, мы потом говорим, да, вот у нас проблемы, только проблемы. У нас школьник приходит, вот я, например, уже, наверное, к классу к седьмому я знал, что я буду носить погону. Тольную степень. Я знал, к чему готовиться. Я был сориентирован. А у нас сейчас, ну, куда папа с мамой поделять, больше, больше, больше степени. Хорошо, если родители начинают какие-то программы по развитию у ребенка запускать. Замечательно. Но государство, это же нужно государству. Ему, в конце концов, нужна квалифицированная рабочая сила. Ему нужны государства, нашему нужны патриоты. олигархам. Категорически не нужно. Я понимаю, что не нужно предателям, которые сидят и мечтают, как произойдет замена президента и будет какая-то новая либеросная история с очистным развалом, где они еще больше заработают денег. я все это прекрасно понимаю. Но все-таки людей-то у нас ответственных больше. Да не надо нам никаких изысков. Не надо нам детских, дорогих площадок. Нам не надо праздников, дорогостоящих миллиардных, новогодних и прочего-прочего. Давайте мы все-таки деньги отправим куда надо. Ну как? Заработная плата, да было дано прямое поручение президента. Прямое, чтобы она заработная плата учителя была не меньше средней по региону. Где выполнен? Почти. Кирилл Викторович, только вздыхаю, только вздыхаю от ваших абсолютно правильных риторических, к сожалению, вопросов, потому что мы понимаем, что вопрос национальной безопасности и развития страны, это все вопрос к той системе, которая у нас сложилась, которую вы охарактеризовали как олигархический капитализм. Кто-то называет вообще, что это олигархический феодализм или феодальный капитализм. Все понимают коррупционную емкость и управленческий, кадровый тупик, в котором мы оказались. Мы уже час в эфире, дайте нам напоследок какой-нибудь позитив. Вот вы общаетесь с нашими чиновниками разного уровня, у вас есть коллеги неравнодушные, на что вы надеетесь в своей работе? Есть регионы, которые сами на своем горбу, значит, самими имительными бюджетами вытаскивают эту историю. Тула, Калининград, это Калуга, да, и такие регионы есть, но там просто построено, это доказывает только одну фразу, все зависит от руководителя. И там, и там растут, растут, растут патриоты, в Донбассе растут патриоты. Не все, конечно, но там уж патриот, так патриот. Там выстрадана эта история, да. У нас, у нас есть центры, то же самое, где люди, люди занимаются волонтерством, у нас есть таких много. В конце концов, сейчас начинает даже молодежь объединяться с неких позитивных историй. Люди хотят защищать молодые люди, и взрослые дети хотят защищать порядок общественный. То есть, есть, не все так плохо, мы, конечно, переживем, поскольку Россия, это благодатная страна, она переживет, в конце концов, но вопрос такой, какой ценой. А так, я всегда говорю, что единственное, что любой болезни, ну, нужно говорить честно, вот тогда ее можно вылечить. А если они не говорить, и делать, что все хорошо, замечательно, и улыбаться на камеры, то, конечно, ее не вылечить. Когда-то великая советская педагогика рождалась в Харьковской области. Дети сироты, гражданская война, учились жить заново, учились строить, и потом ученики Макаренко расползлись по всему Советскому Союзу. Антон Семенович именно там, на территории, где сейчас идут боевые действия, создавал педагогику 20 века. Может быть, оттуда сейчас и придет какое-то оздоровление. Сколько пройдет времени, пока эти ребята придут к власти и станут чиновниками, дай им Бог здоровья. Наверное, на это тоже стоит рассчитывать и не опускать руки всем, кто сейчас борется за развитие России. Кирилл Викторович, спасибо вам за рассказ. Спасибо. Товарищи, подписывайтесь на Кирилла Кабанова в Телеграме, ставьте лайки, делайте репосты. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok